Бюджет у нас был и сбалансированный по доходам и расходам, и им без дефицита. В ходе корректированных в течение 9 месяцев текущего года первоначально утвержденные бюджетные назначения увеличились на 20,6% от первоначально запланированных. Результат внесенных изменений в общий объем доходов муниципального образования составил 2,15,643,000 рублей. Основанием для увеличения доходной части явилось уточнение объемов по цивилизму с бюджетным трансфертом из бюджета Красноярского края. С учетом изменений, плановый объем безвозмездных поступлений составил 1,5 млрд. Удельный вес безвозмездных поступлений по итогам 9 месяцев составил 74,8%. Доходы бюджета города за 9 месяцев поступило 1,3 млрд. рублей. Годовые бюджетные назначения исполнены на 66,8%. С увеличением поступлений в аналогичном веюде прошлого года на 87 млрд. Это обусловлено безвозмездным поступлением из краевого бюджета в большей части на капитальный ремонт дороги. Анализируя доходы города по крупным составляющим, спрос наблюдается у нас по безвозмездным поступлениям и, к сожалению, снижение по собственным доходам на 2%. За 9 месяцев текущего года поступление собственных доходов составило 532 млн. или 64% годовых назначений. Со снижением, как я уже сказал, на 2% в прошлом году, или 6,9 млн. рублей. По ряду причин. Поступление по налогу на доходы физических лиц получено было у нас 189 млн. рублей, 72% от утвержденных показателей. По сравнению с аналогичным периодом нашего года, у нас доходная часть воздала на 16%. В большей части это связано с ростом заработной платы бюджетных сотрудников, как краевых, так и муниципальных учреждений. Поступление по налогу на прибыль получено было в муниципальном доходную часть 20,5 млн. рублей или 32% от этого показателей. То есть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение на 43,3 млн. рублей. В основном такое большое снижение в текущем году связано с проведением ремонтных работ, модернизацией седьмого блока Назаровской ГРЭС. И ремонт этот до сих пор продолжается. Соответственно, снижение объема по выработке электроэнергии и мощности. Соответственно, и снижение произошло по ГРЭС по получению собственной выручки и уплате налоговой части. По налогу на совокупный доход объем поступлений составил 81% годовым бюджетным назначением. Рост по сравнению с предыдущим годом на 48%. Увеличение таких поступлений произошло за счет налогов, взимаемого в связи с поступком введения упрощенной системы налогообложения, что свидетельствует о активизации деятельности финансового хозяйства в субъектах малого и среднего бизнеса. По итогам 2022 года и, соответственно, первого полугода 2023 года. Налоги на имущество. Доходная часть поступила 38% годовых бюджетных назначений. Основное такое снижение поступлений обусловлено приказом Министерства экономики и регионального развития Красноярского края, в котором утверждена измененная кадастровая стоимость земельных участков. Этот приказ был утвержден в ноябре 2022 года, соответственно, с применением с 1 января. Объем поступлений неналоговых доходов в текущем периоде, то есть за 9 месяцев 2023 года составил 108,5% от годовых бюджетных назначений с ростом по отношению к каталогичному периоду прошлого года на 6,5 евро. В группе доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, объем полученных доходов в текущем, составил 108% от годовых назначений. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 9 месяцев исполнены на 126,4% к годовому плану. По итогам 9 месяцев поступили средства от продажи неживого помещения 9 по улице Парковая, 43. Далее, мы поступили средства от реализации неживого помещения по улице Советской, 14,2,5 млн. А также за 9 месяцев было выкуплено 82 земельных участков. Платежи при пользовании природными ресурсами доходную часть составили 82% годовых назначений. По штрафам, санкциям и размещениям ущерба бюджет исполнен за 9 месяцев на 75%. Кроме того, хочу сказать, что за 9 месяцев работа также продолжалась и в рамках плана мероприятий по реализации и оптимизации дохода. За текущий период было проведено 6 заседаний комиссий по взысканию задолженностей. Было превышено 19 организаций, 22 физических лица. По результатам работы комиссии по итогам 9 месяцев бюджет поступили от арендной платы задолженности за землю 4,8 млн. рублей. И по единому налоговому платежу, поскольку он сейчас комплексный, отдельно не выделяется, 12,6 млн. Также за 9 месяцев проведены были 3 заседания комиссий по обеспечению прав граждан за долг и реализацию заработной платы. На которые было превышено 59 работодателей. Из них 16 работодателей действительно имели нарушения и произведено было на доначисление своим работникам заработной платы и, соответственно, выплаты налоговых платежей. Кроме того, так продолжает проводиться у нас предвизионная исковая работа по взысканию задолженности по договору суд с нами.